Геннадий Добронравов регулярно посещает лектории, которые проходят в первой библиотеке. Бывший военный всегда интересовался живописью. Поэтому тема, посвященная Василию Сурикову, стала особенно близка и интересна. Тема с художниками мне очень интересна. Например, как раз этими художниками-передвижниками, к которым относятся как раз сейчас и Суриков, которые мы сейчас посмотрели, ну и как раз все Репин, Васнецов, Верещагин. Своими знаниями поделился с аудиторией, дополнил рассказ лектора некоторыми интересными фактами. И это одно из преимуществ общения такого формата. Люди приходят, те, кто любит получать новую информацию, и те, у кого есть свободное время дневное. В основном это люди среднего возраста к нам приходят, но они такие доброжелательные, такие глубокие. У них уже есть опыт, они сами могут чем-то поделиться, и я сама от них узнаю много чего интересного. Утро стрелецкой казни Меньшиков в Березове, переход Суворова через Альпы, боярыня Морозова и другие работы Василия Сурикова отражают ключевые моменты в истории. Причем в каждой из них прослеживается особое сочувствие к героям. Везде толпа, и она разная. Толпа. То ждущая кровавых казней, как утро стрелецкой казни, да, на тесных улицах древней Москвы, то вырастающая в варварское полчище, то воодушевленная подвигом на льдинах Суворовских Альп. Вот Суриков. Суриков в мастерске умел передавать суть народного характера. Его работы буквально погружают в события, создавая ощущение личного присутствия в нем. Такое краткое знакомство с работами художника зародило интерес, и слушатели наверняка продолжат изучать его творчество самостоятельно. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Спасибо.